Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Ну вот, нашел статью, Москва продолжит давить на Баку и Ереван темой Карабаха. Ну это все понимают, что уже да, влияние Москвы уже уменьшается стремительно, Путин там завяз полностью в войне, ему уже не до Карабаха. Он практически уже вывел здесь большую часть своих миротворцев отсюда. И с 1960 там, наверное, только половина осталась. И вот теперь, что здесь пишут азербайджанские издательства? По мнению азербайджанского аналитика, Россия и Запад теперь могут столкнуться в Карабахе. После завершения праздских переговоров, пресс-секретарь МИД России Захарова, выступая на брифинге 7 октября, вначале подтвердила, что РФ представила сторонам текст мирного соглашения, после чего признала, что Россия в целом не нравится посреднические инициативы Евросоюза и Запада, направленные на урегулированное армяно-азербайджанского конфликта. Ну, понимаете, они... Сторожно не успокоится Россия. Хотя и они уже там, им не до Армении, не до Карабаха, они все равно хотят оставить свое присутствие там. Потому что, как бы, они считают, что они там все договорились, подписали договор, а теперь получается, что они остаются ни при чем в стороне. Международные аналитики сходятся во мнении, что на состоявших на прошлой неделе в Праге, ну, встречи Ильха Малиева, Пашиняна и Мойнеля Макрона, и Шарли Мишеля был сделан важный шаг к миру на Южном Кавказе. Как раз сообщал в совместном заявлении, принятом по итогам пражских переговоров, Азербайджан и Армении заявили, что признают территориальную целостность друг друга на основании устава ООН и Астанинской декларации 1991 года создания СНГ. Таким образом, поскольку Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, соответственно, Карабах в составе Азербайджана, речь идет о принципиально важном повороте в отношении между Баку и Ереваном, которое делает реальным подписание окончательного мирного договора. Ну да, этот мирный договор должны будет подписать 9 ноября, уже есть, как сказать, последняя информация, я вчера сделал ролик. А вот Россия не успокаивается, и вот это, как это, Захарова, ее фамилия, она, представитель МИД, заявляет, Попытки вклиниться в урегулирование они хотят. Захарова о миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Очень уже Путину не нравится, как сказать, этой власти российской, что теперь уже миссия ЕС будет, как сказать, руководить процессами всеми этими миротворцами, касками этими голубыми, или как их там называют, ну, чтобы они навели порядок, как бы там успокоили, чтобы не было боевых столкновений. И вот Захарова что заявила. Официальный представитель МИД России Мария Захаровна в брифинге во вторник прокомментировал отправку миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу. Уже последняя информация, эта миссия отправлена уже, уже начнет действовать скоро. Послы Евросоюза во вторник согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развената вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия демилитации границ. Ну, все, как я говорил уже, все по всей линии. Я считаю, где-то начиная вот с озера Геечи, и так, здесь Жермук, потом Горес, потом Танцюни, Кафаново. В общем, будут стоять эти миротворцы. Так, и что еще тут пишет? Мы усматриваем в этом очередные попытки любым способом, это заявляет Захарова, вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия нашей страны. А, ну они, да, посредники были раньше, теперь их уже отшили, заявила Захарова. Она отметила, что это является решением суверенного государства, как выстраивать свои отношения. Но при этом, говоря о реальных возможностях представителей ЕС, Захарова указала, что в течение восьми лет Берлин и Париж не смогли превозвратить скатывание ситуации вокруг Украины в такую горячую фазу. Мы исходим из того, что единственным ключом применения Баку и Еревана, установления прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонних заявлений лидеров. Но они подписали, да, в ноябре 2020 года, что будет трехстороннее заявление, что Россия, Азербайджан и Армения будут сотрудничать в урегулировании этих конфликтов. Но она ведь настаивает, чтобы опять все это вернулось. Поддерживаем по этому вопросы регулярные контакты с армянско-азербайджанскими коллегами. Ну вот теперь они недовольны, говорю, что ЕС уже меняет. Ну я думаю, постепенно сначала заменят российских, практически здесь будет все под контролем сейчас ЕС, а потом выкурят уже из Карабаха эту группировку, которая сейчас там миротворцев российских и по чуть, мне кажется, уже и туда направят. Может быть даже Ильхам Алиев с Пашиняном подпишут, чтобы временно или как-нибудь выкурить российских миротворцев с этого Карабаха. И там обосновались уже российские эти, ой, извиняюсь, представители ЕС, миротворцы со стран ЕС. Там не знаю, с каких стран их наберут. Ну в общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Продолжение следует...